Всегда было интересно это поколение бизнесменов 90-х годов, потому что это было страшное время, как мы знаем, все было очень тяжело с экономикой и так далее, и мне всегда было любопытно, как в этих условиях эти люди разбогатели. У нас не бывает скучных гостей, я думаю, и нынешние наши гости не исключение, так что беседа, я думаю, получится интересной. Ну и мне интересно узнать, как человек 25 лет проработал в строительном бизнесе, был руководителем, и только после 50-ти вдруг почувствовала себя женщиной и стала моделью. Интересно узнать ее мотивы. Меня зовут Галина Кравченко, мне 59 лет, я мама, жена, бабушка, модель и бизнес-умен. Здравствуйте, в эфире программа «Скажи, не молчи». Добрый день, в студии Елена Слав и Татьяна Щербина, ну а в гостях у нас сегодня бизнес-вумен, модель 50+, Галина Кравченко. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Доброе утро. Галина Кравченко, давайте немного о вашей биографии. Вы из многодетной семьи, десятый ребенок. В 17 лет, вот здесь вот вам 16, в 17 лет вы приехали из Гродненской области покорять столицу. Скажите, с чего начинали и было ли страшно? Да, я приехала в Минск покорять нашу дорогую столицу в 16 лет. Было страшно, конечно, было страшно, потому что было очень молодо, куда-то устроиться работать или пойти учиться. Я, конечно, пошла сразу работать. Мое первое место работы, это было детский сад 434-й, нянечка детского сада. И сразу же пошла, потому что это было, я закончила только 9 классов, среднего образования не было, и я пошла в вечернюю школу в том числе. И потом, как сложилась ваша трудовая карьера до того, как вы возглавили строительную компанию? Ну, потом я поработала нянечкой, и, скажем, меня руководство заметило о том, что я очень старалась делать качественно работу. Было очень отзывчиво, я всегда относилась к работе, как это для себя лично делаешь. Ну, и у меня пришло время такое, я уже стала совершеннолетняя, и меня послали на курсы воспитателя. Я после курсов воспитателей закончила, и я была воспитателем младшей группы, это была ясельная группа, сейчас уже таких, конечно, групп нету. В то время в мою молодость эти группы были детского сада и группы ясельной, и я была воспитателем ясельной группы. Потом родился сын, работала в детском саду ради сына, ну, а потом как-то в одно время посидела, думаю, боже, ну, уже в детском саду уже как-то надо что-то в жизни менять. И вы знаете, в «Вечерний Минск» была газета, и там были объявления, какие-то курсы или где-то там, где-то работать. И я увидела курсы бухгалтера. Пошла на курсы бухгалтера и перешла с детского сада работать в ЖЭС. В то время была такая должность счетовод. Сейчас, наверное, уже таких работ нет. Со счетами? Да, да, тогда не было никаких компьютеров, о чем вы говорите. Вот я после курсов закончила курсы, когда пришла работать в ЖЭС 35-й, была просто обычным счетоводом, делала работу не бухгалтера. Потом тоже такая трудолюбивая показывала, что я все могу, что я хочу повышений. И ко мне, я помню, директор вызвала и говорит, «Глина Алексеевна, ну, может быть, пойдете куда-то поступать?» Я говорю, конечно, мне хочется поступить. Я поступила техникум архитектурно-строительный, техникум. У меня было образование ПГС, планирование строительства. И вот когда я закончила уже техникум, я стала бухгалтером, не счетоводом. Стала бухгалтером, уже таким хорошим бухгалтером. Ну, а потом меня как-то я старшим бухгалтером, как-то я бухгалтером, у меня как-то повышение пошло очень быстро. Я стала старшим бухгалтером, потом стала зам главного бухгалтера. Ну, а чтобы стать главным бухгалтером, уже нужно было высшее образование. И я получаю высшее образование, становлюсь главным бухгалтером. Нархоз вы закончили, да? Да, в 40-х лет я еще закончила юридическое образование. Поэтому у меня два высших и техническое образование. То есть это вы по необходимости, да? Ну, вы знаете, как-то да, потому что я уже юридическое заканчивала тогда, когда я уже стала директор своей компании. Мне, конечно, это для моей работы, мне это очень пригодилось. Я, кстати, знаю много экономистов и бухгалтеров, которые преподавают, в юридическом плане тоже разбираться. Я очень любила работу бухгалтера. Можно сказать, что я даже и сейчас ее не оставляю. Галина, я когда готовилась к программе сегодняшней, прочитала, конечно же, вашу биографию. Вы рассказывали многим изданиям, много давали интервью, интересуются вашей судьбой журналисты. Там есть такой момент, что это был 89-й год. В общем, все становится плохо. В стране, я помню это время, может быть, не так хорошо, но, тем не менее, экономика все проваливается. И у вас, я так понимаю, вы попали в фирму с польским капиталом. Это были поляки. А сколько вы из Городинской области, вы, наверное, просто это какие-то знакомые, либо польский язык знаете, как это получилось? Нет, мои все родичи, это поляки. А, ну, то есть вы... Чисто польского я не знаю, но поляков я очень хорошо понимаю. Ну, а как я попала в польскую... Ну, это частная фирма, одна из первых. Это была частная компания, называлась Альфа-Унибуд. Оно было... Там был и капитал немножко государственный, но больше капитал был польский. Они занимались сугубо строительством. Строительная работа, у них и отделка была, и общестроительная, но сугубо строительная. И меня один знакомый, я уже работала главным бухгалтером Минзеленстроя, и меня знакомый, ну, скажем так, очень-очень просил, чтобы я пошла в их компанию, что у них не было долго главного бухгалтера, и там, скажем, много было вопросов, их нужно. Ну, и, конечно, в то время он мне предложил намного больше, чем я работала в госпредприятии, и я пошла туда главбухом работать. А у них отработало, наверное, три с половиной года. И он же вам потом предложил и возглавить компанию? Да, да. Потом, скажем, в тяжелые времена мне предложили поляки возглавить, потому что вообще в польской компании назначали главного бухгалтера не директор, а назначали учредители. А так как у учредителей были поляки, у них было 70%. В Варшаве имеется в виду, да, были учредители? Польского капитала. Здесь, в Беларуси, у них был 70%, в этой Альфа-Унибуд были свои, и они меня тоже назначали. И когда там какие-то были вопросы внутренние в компании, вот мне предложили стать генеральным директором Альфа-Унибуд. Ну, я помню, пришла домой, да, это были хилые 90-е, все валилось, все разваливалось, и все это было очень сложно. Муж сказал, не-не-не-не, ты не пойдешь. Зачем это тебе надо? Надо кого-то подсиживать, потому что нужно было старого директора брать и поставить меня. Компания была тоже очень большая, уже на то время работало больше 3000 человек. И в строительстве все были. Это были очень большие стройки тогда в компании, в Москве очень много. Ну, мне тогда поляки сказали, ну, Галина, ты такая у нас вот все равно быстрая, мы с тобой очень хотим сотрудничать, потому что я полякам сказала, что я не буду оставаться работать, я сделаю балансы, все как положено, всю проверку пройду, аудиторскую, я хочу уйти, ну, по каким-то причинам. Мне тогда поляки сказали, ну, Галина, тогда открой компанию свою. Я помню, я пришла к мужу, говорю, слышишь, мне тут поляки сказали открыть компанию. Он говорит, какую компанию? Я говорю, ты слышал, ну, почему? Я неплохой бухгалтер на мужа, ты станешь директором. И я открыла компанию. У меня первая компания называлась «Сегади». Сережа, Галя, Дима. Смотрите, Галина, я просто к тому, что я помню это время, 92-й год, например, самый жуткий для Беларуси. Это была просто тоска во всех отношениях. Ну, как бы, как говорили мне многие чиновники, потом по тем временам, там, еле-еле удалось согреть страну, там, не уже не говоря про эти продукты. Но вы работник, собственно говоря, как это называли, фермачи. То есть вы, наверное, как сыр в масле катались, и, в общем-то, как-то, ну, на общем фоне вы выглядели очень богатой женщиной. Ну, вы знаете, я хочу сказать, это большой труд. Я в то время говорила, господи, дай мне 48 часов. Не 24 часа в сутки, а 48. Ну, то есть вы пахали. Да, да, я пахала. Это опасная работа, расстреливать должность по 90-е годы. Это было 90-е годы. Это было все, это сложно. Это Советский Союз развалился. Это не знали, скажем, даже тот же бухучет, как это все поставить. Во-вторых, скажем, и рейкет какой-то начался. Вот сейчас мы про рейкет поговорим. Такие наезды были. Да, да, про наезды. Вот, понимаете, и, скажем, вот это вся, это было очень сложно, особенно женщине. Вот я про это и говорю. Особенно было женщине. Чем столкнулись? Какой-то яркий момент? И как вы ходили? Вы знаете, я помню в своей жизни это, конечно, было уже давным-давно. И, скажем, у меня еще тогда небольшая фирма была. Может, в фирме работало человек 15-20 от силы. Но у нас уже стали появляться объекты. У меня, помню, тогда работала только я, зам моя, главный бухгалтер, начальник отдела кадров. Ну, скажем, небольшой был коллектив, и мы только-только начинали. И мы делали большой набор работников, чтобы отправить работать в Москву. Потому что я работала, я тоже во многих городах СНГ работала на подряде. Соказчики были, ну, иностранцы или Россия. Генподрядчик были вот мои поляки, с которыми я сотрудничаю до сегодняшнего дня с ними, но дружим. Вот, и я у них была как субподрядчик. И мы, конечно, набирали людей. Это были разные малярии, штукатуры и каменщики, разнорабочие. И, скажем, если сейчас это больше все через интернет, то раньше где-то давали объявления в каких-то там газетах. Потом очень часто обращались в бюро по трудоустройству, и сами звонили, и набирали такую базу. И помню такой момент. Мы сидим, у меня племянница моя работала у меня главным бухгалтером, подруга работала моя, замом моим. И мы сидим, как-то чай пьем, и заходят таких, ну, вот, мальчики, скажем, такого большого роста, с большими плечами. А мы что-то такое у нас, такое было настроение какое-то такое интересное, скажем, веселое, можно сказать. Может, даже какой-то с бокалом шампанское. Помню, они заходят и говорят, ну, здравствуйте, кто тут директор? Директор, я помню, сижу за столом, говорю, ну, я такая в очках, я тогда в то время в очках сидела, работала, такая, ну, еще молодая совсем. Вот, и говорю, я директор. Я говорю, вы что, по поводу работы? Они, ну, да, мы хотим вас охранять, крышевать. Вот это слово крышевать, и я такая помню, сижу такая на племяннице, говорю, рай, а что это за слово крышевать? То есть вы даже не знали, что это означает? Да, вы знаете, ну, когда ты с этим не была связана, тебе никакая крыша не нужна была, я не говорю, вы будете под нашей крышей. А я такая помню, сижу, говорю, ну, так у нас как будто есть крыша. Он говорит, вы что, женщина, не поняли, какая крыша? Я говорю, вы хотите денег? Я говорю, так вы знаете, у нас как раз мы приглашаем разнорабочих, платим часовую. Говорю, платим часовую, у нас так хорошо, говорю, платят, говорю, в час, говорю, разнорабочие получают 4 марки. Дойч-марки, тогда были дойч-марки. И он такой, помню, с таким возмущением, такой, что я его так вот как-то ему предложила лопату, а он пришел совсем за другими деньгами. Он пришел совсем не работать. Да, и он такой, вы, мол, не поняли, что мы к вам еще вернемся. И я помню вот этот момент в своей жизни, когда они ушли, помню, еще мой муж пришел. Я говорю, слушай, приходили амбалы, это же, говорю, наверное, рэкет. Приходили, говорю, чтоб я им деньги. Говорю, думаю, боже, кому это вот обратиться? Ну, и у меня был такой знакомый, он был немножко связан с этим. Я помню, ему звоню, говорю, слышу, приходили три амбала. А он такой смеется. Да, Алексеевна, я уже знаю, что ты их очистила и им лопату предложила. Говорю, нет, я им предложила просто денег заработать. Больше не приходили. И, вы знаете, никому ничего не платила. Вот это точно. Ну, крышевание это закончилось давно, и оно недолго это существовало даже. Это существовало, может, два, максимум пять лет, когда все это восстанавливалось после Советского Союза. Крыши эти все, они прекратились уже давно и забыты. Ну, вы же понимали, ну, мне просто кажется, что это все такое очень, ну, как бы, получается, легко все по вас получалось. А людей же стреляли, взрывали, и, ну, сложно было бизнесменом быть. Люди в бронированных автомобилях ездили. Ну, могли голову оторвать, а не сказать, ой, там, Алексеевна мне лопату предложила уйти. У вас была более мощная крыша просто или что? Ну, у меня никакой крыши не было, но я как-то умела со всеми договариваться. Ну, слушайте, вы красивая женщина, ну, представляете, вот, то есть, ну, как бы, могли угрозы быть разного плана. И были. Были? И были разного плана. Но Бог милого. И пережила все. Ну, да, вот, как вы говорите, с Богом было все хорошо. Было все. Всего хватало. Помимо бандитов, хватало же и нечистоплотных, так назовем их, бизнесменов, предпринимателей. Вас когда-нибудь партнеры обманывали? Обманывали. И на очень много. Ну, скажем, я цифру сейчас не буду на всю Беларусь озвучивать, но, скажем, это были очень большие миллионы. Но, вы знаете, я все равно считаю, что честь и совесть не купишь и не продашь ни за какие деньги. Как бы меня ни бросали, как бы меня ни кидали, как со мной там ни рассчитывались, я себе этого не позволяла никогда. Я и простила, и забыла, и молюсь за них, чтобы у них было в жизни все хорошо, чтобы они процветали, чтобы они больше таких моментов в жизни больше никогда не делали. Для меня слово честь, для меня совесть – это самое главное. Деньги – это потом. Да, без них сложно, но я всегда считала, считаю, что деньги – это та бумага, которая нужна только для расчета. И только. Интересно. Приходилось ли все терять в какой-то момент? Да. Да? Теряла под ноль. Ну, а и чем себя мотивировали встать, подняться дети? Вы знаете, и дети, и семья. Ну, во-первых, я сам такой человек по натуре, что я никогда не сдавалась. Но это заложено с детства. Вы знаете, вот мы уже говорили, что я с очень большой семьи, и у меня отец умер, я его даже не помню. Вам три годика было? Да, я совсем не помню. Я, можно сказать, помню его там с фотографий или слов своих старших братьев и сестер. Но мама для меня, она была и отцом, и матерью, и подругой. И она это с детства заложила, что не нужно бояться трудностей. Она как-то заложила с детства о том, что жизнь – это не сахар. Его не помешаешь и не выпьешь. Для меня мама – это вообще всё. Вот вы знаете, вот я сейчас говорю о маме, у меня прямо дрожь по моему телу. Для меня мама – это эталон моей жизни. И она всегда говорила, что она гордится до конца своей жизни будет. Я её очень люблю. Как мама одна, десятерых вас вырастила, получается. Да, и во всех у нас образований, и все мы, скажем, достойные люди выросли, и, скажем, с большими должностями. Но она вложила это с детства о том, что, чтобы что-то иметь, нужно работать. Не воровать, а работать. Трудиться, трудиться, ещё раз трудиться. Правильно ли я понимаю, что в вашем бизнесе много родственников при такой большой семье? Да. Мне кажется, в этом и есть крепкие связи. Они как бы всегда в бизнесе успешны, когда родные люди. Родной, как говорится, потрясёт над пропастью и не бросит. Многие у меня. Ну, по крайней мере, скажем, даже те, которые работали, мои сёстры и братья в госпредприятии, они во всех были должности. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы из одной фирмы, которую вам когда-то предложили поляки строительную, сделали целый бизнес, огромный конгломерат компаний, группы компаний вы открыли? Правильно я понимаю. Да, это было, скажем, это был такой, ну, можно сказать, большой-большой концерн, потому что работало в то время около пяти тысяч человек. Ничего себе. Это немало. И, скажем, ну, вы знаете, у меня в руководстве были одни женщины. 250 женщин. Все были. Ну, на стройках были мужчины. Главные инженера – мужчины, начальники стройки, мастера были. Ну, вы, получается, мужчинами командовали всегда. Вам вас не упрекали, что, мол, баба не в своё дело полезла, что она может принимать? Вы знаете, я это слышала. Да? Я это слышала. Я своих конкурентов слышала. Да вы что, да? Да, и, скажем, потом они, скажем, ну, стали уже высокие люди, и когда-то они у меня были просто мастером. Ну, не будем говорить, каком, но есть такие люди, которые, скажем, у них очень большое в настоящее время бизнес, и они добились очень много, хотя он ко мне пришёл, я его учила работать. Так как вы этих вот людей осаживали? Или не реагировали никак? Так, вы знаете, ну, скажем, по-разному, по-разному, но, в первую очередь, я всегда доказывала о том, скажем, не то, что я своему партнёру доказывала, я себе говорила, что я порядочная, и чтобы обо мне не говорили, я всё равно покажу о том, что со мной можно сотрудничать, что со мной можно работать, и не важно, что я женщина, что я тоже хороший специалист. А есть объекты, которыми вы гордитесь? Ну, скажем, есть, я, скажем, вот, завод одноразовых шприцов, у меня очень хороший, есть большой объект, но не только моя компания там строила, в Москве, это у нас Банк России. Центробанк. Да, Центральный Банк России на Октябрьской. Это уровень. Слушайте, а вот, ну... У нас там больше тысячи человек работало. А за какой подряд вы бы не взялись никогда? Есть такой объект, за который, собственно говоря, ну, в строительном бизнесе не хотят брать? Вы знаете, в то время я бралась за все объекты. Для меня, скажем, ну, во-первых, я вам хочу сказать, у меня были такие правила, и многие со мной прорабы, мои начальники со мной были не согласны, и когда у нас проходили многие планерки, то я говорила, что, скажем, компания большая, у нас были и сметчики были, и главные инженера, и все. Я, когда у нас были планерки, я всегда говорила, ребята, любой заказчик, он рассчитывает на какую-то сумму. Вот, да, когда мы приходим к заказчику, мы ему делаем смету, мы ему делаем, потому что мы проектами занимались, у меня отдел был проектный. Мы предоставляем человеку, там стоит определенная сумма. И для меня и сегодня непонятно, и тогда было непонятно, когда мне начальник, скажем, объекта там приходил, говорил, Галина Алексеевна, у нас процентовка выше. Я всегда, потому что, когда с заказчиками, там, где я участвовала, но я не всегда на всех переговорах участвовала, у меня же были и сами, я всегда говорила, вы знаете, да, может быть какое-то отклонение 5-10 процентов, но никак не может отклонение быть 50 процентов. Если человек рассчитал, что он хочет построить дом примерно или какой-то объект, примерно, да, 100 тысяч долларов, ну как он может вырасти 150? Если вы плохо просчитали, это наши убытки, но не убытки нашего клиента. Меня вот всегда за это клиенты очень любили, что у нас четко. И хотя начальники у меня за это, конечно, не страдали. Почему? Потому что, я говорила так, мы неправильно просчитали, мы принесли убытки, извините, давайте погашать эти убытки своей, в том числе и премией. Хотя я очень редко это, такой метод делала, но иногда было. Вот еще от некоторых представителей частного бизнеса порой можно услышать претензии, что, мол, государство душит частный бизнес, что честно, зарабатывать у нас в стране достаточно сложно, если даже невозможно. Как вы относитесь к такому мнению? Если мы о сегодняшнем дне говорить, да, я хочу сказать, что такое вообще тебя душит? Ну что значит душит? Ну я вам скажу, что они вкладывают в это понятие. Налоги большие требуют преференции, как это было на всем Белорусском собрании озвучено, да, там, потом, что, ну, самая распространенная история, это меня попросили денег на Ледовый дворец, а сказали, если не да, что мы, это самое, устроим проблему бизнесу. Я не верю, что такое может тебе прийти государство, прийти и сказать, дай денег. Я этому не поверю. Вы знаете, у меня, скажем, конечно, на сегодняшний день у меня не такой бизнес, как был там в 2000 году, да, и, скажем, ну, ко мне не приходило государство за мое время, за моей жизнью бизнесе никогда не говорило, дайте денег. Ну, более того, судя по тому, что вы рассказываете о процентовке, у вас прозрачный бизнес. Что значит душить? Ну, извините, каждая страна, все платят налоги, ну, а как же? Как жить государству, если не платить налоги? Вы знаете, может быть, я, скажем, немножко скажу, что есть, вот у меня вопрос такой, например, соцстрах. Вот этот, больше всего это соцстрах, конечно, который косит бизнес. Чтобы, и я считаю, что многие бизнесмены, да, почему, сейчас я не думаю, я даже уверена сейчас, что никто не платит зарплату в конвертах. Но в 90-е годы это было. Это не скроешь, это в 90-е годы было, потому что зарплата, скажем, была у многих очень большая, а соцстрах это очень большой, 35-36 процентов. И это очень по бизнесу, это не только по частному бизнесу, но и по государственному бизнесу это очень длило. А что вы думаете, если снизится этот процент, то перестанут работать в серую? То есть, можно зарплату? А если сейчас вообще никто в серую не работает? Да нет, Галина, работают, в конвертах тоже. Я удивляюсь, я честно. Тогда президент тоже говорил недавно, что это все, пора уже окончательно заканчивать. Я не знаю, я, скажем, в конвертах, я для меня вообще, да, и сейчас ко мне, когда приходят на работу, говорят, а у вас что, официально? Ну, извините, а как? А как? В конвертах, я сейчас не понимаю, что такое отдавать вообще зарплату конвертах и как это можно. Потому что в конвертах, если ты отдаешь человеку конверт, и человек отпускные не получает, больничные не получает, на пенсию это влияет. Каждый мы работаем, все мы идем к старости, мы не идем к молодости, правда? И нам каждая копейка считается для пенсии, это тоже очень важно. Я считаю, что это вообще противозаконно, и так делать нельзя. Это категорически. То, что было это в 90-х, но там много было, много, скажем, непонятностей было, и поэтому, может быть, какое-то это проходило. Поэтому, конечно, я считаю, что если немножко снизится, это мое личное мнение, только мое личное мнение, если бы немножко фонд социальной защиты уменьшился, то я думаю, что, наверное, бы те, которые продолжают выдавать зарплату в конвертах, они бы, наверное, подумали бы и не рисковали бы. Но в целом можно сказать, что по сравнению с 90-ми сейчас для бизнеса созданы такие условия, когда не стоит заниматься вот всем этим. Конечно, конечно. Ну, во-первых, сейчас намного более понятнее, скажем, те же расчеты, те же, скажем, ну, сейчас, я считаю, вообще сейчас хорошо работать. Вот, конечно, пришел вот, скажем, даже мой бизнес, у меня же бизнес там уже не более такой строительный. Коронавирус, это, конечно, он дал очень большую знать, и это. Но если сравнивать работу в 90-е годы и сравнивать там в 2018-е годы, в 2019-е, до коронавируса, вообще была красота работать. Сейчас сделаем небольшую паузу, очень скоро вернемся снова в эту студию. Галине Кравченко поговорим о многом интересном дальше. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Подожалуйста, подписывайтесь, задавайте нам вопросы, мы на связи. Это программа «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях бизнес-леди, модель Галина Кравченко. Галина, вы когда-то озвучили свои шесть правил в бизнесе. Надо любить свое дело, прислушиваться к мнению других сотрудников, нанимать нужно такого работника, который в чем-то круче вас. Даже успешный проект однажды может перестать работать, и надо быть к этому готовым. И обязательно нужно иметь стратегию как минимум на два года вперед. Это точно. Сколько лет вам понадобилось, чтобы сформулировать эти правила? Ой, чтобы сформулировать это, можно сказать, жизнь твоя даже. Ну, жизнь не жизнь, но, скажем, вот именно вот дойти до того, что вот это уже точно, это надо было лет 20 побыть в бизнесе, не меньше. Поэтому вы и решили, что вот на основании своего жизненного опыта нужно дать подсказку тем, кто сейчас только начинает. Я хочу, знаете, что даже сказать, и пускай те, которые у меня вот сейчас невестка только начинает бизнес, вот у нее только был год, и я ей говорю, Оксана, если не будешь придерживаться вот этих правил, и твои вот эти правила, ты чем-то другим будешь, ну, не пойдет, не пойдет. Потому что, ну, коллектив – это самое главное. Честность и порядочность – это очень важно. В каком-то году не было. Какой бы тебе бизнесмен? Если ты будешь нечестная, непорядочная, сегодня столько тебе могут всего красивого в кавычках написать. Конечно, думать, что бизнес – это, скажем, не то, что вот так вот и все. Это нужно вложить в себя в первую очередь, отдать себя, понять о том, что это тебе нужно. Во-первых, это надо любить еще. Потому что если ты нелюбимая на работу идешь, ну, для того, чтобы заработать, ну, так извините, лучше пойти, ну, не бизнесом заниматься. Это, вы знаете, бизнес, он всегда был сложный, он всегда был тяжелый. И никогда не будет. Для женщины тем более. Ну, сейчас женщинам намного легче. Намного легче, чем я начинала бизнес в те времена. И с многими я женщинами разговариваю. Вот когда-то, у меня многие знакомые бизнесмены, которые тоже начинали там 2000-е годы, да. Когда легче работать? Они говорят, конечно, сейчас. Даже, я говорю, я вот самое элементарное, я начинала работать, у нас был компьютер один на весь офис и программа «Галактика». Сегодня же, извините, это же, сегодня бухгалтером, я вот работала бухгалтером, работала я вот на счетах. Когда мне сейчас говорит моя главная бухгалтера, Калина Алексеевна, понимаете, как это все сложно, как это все тяжело. Я говорю, не, моя девочка, ты не знаешь, что такое сложно, и ты не знаешь, что такое тяжело. Когда ты бумаг несешь домой, и ты делаешь это до трех часов ночи, и это там тысячу бумаг. Вот. А сейчас, фу, как я говорю, нажала на кнопочку, все пошло, и денежки выскочили. И баланс готов. А вот 24 на 7 уделять своей работе, это важно? Или надо уметь делегировать? Я вам хочу сказать, чтобы я вот сейчас сказала женщинам, мужчинам, не надо уделять работе 24 часа. Этих 24 часа нужно делить работа, семья, и ты сам в том числе, твои друзья. Потому что, если ты уделяешь 24 часа, как это делала я, и я считаю, это была моя ошибка, может быть, это с опытом потом пришло, что, может быть, я много кому-то не то, что не доверяла, а проверяла, сделали ли они эту работу. Нет. Я считаю так, ты взял человека на работу, ты взял его специальности, ты должен, да, может быть, там посмотреть, понаблюдать, как человек, но ты должен ему доверять. И не нужно делать за него его работу? Нет, нет. Но самое главное, что сотрудник должен знать, что он должен сам принимать решение. И какой бы результат ни был, он должен сам и ответить за это. С первым мужем вы прожили 17 лет. Да. Это было, мы уже говорили, сложное время, это было становление, развитие вашего бизнеса. Давайте вспомним фрагмент из фильма «Москва слезам не верит» и фразу, которую произнес Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович. Знаешь, конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уже не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Это я уже нахлебался, вот. Супруг не выдержал вашего успеха? Нахлебался. Это точно про мою семью. Потому что, когда мы поженились, он был высшего уровня, высшего ранга, а тут резко стала я больше зарабатывать, высшего уровня, высшего ранга, стало больше общения, меньше, к сожалению. В то время, хотя я старалась всегда уделять внимание для семьи, я никогда не оставляла семью, всегда семья была на первом месте, но это точно. Самолюбие так ранило, да, его это? Вот это причина. Да, да. Хотя и вы хотели сделать его сначала директором. Да, да, но вы знаете, когда вообще бизнес начинался, я ему говорила, бывшего мужа зовут Сергея Дмитриевича, ну, тогда я назвала, конечно, не Сергея Дмитриевича, а Сергея, я говорила, ты будешь директором, а я хороший главный бухгалтер. Ну, он так посмотрел, он сказал, слушайте, так хорошо получается. Знаете, я не забуду никогда эти слова. У тебя так хорошо получается, милая. Вот я до сегодняшнего, я говорю, у меня так все хорошо получается. И замены нет. Ну, сын у вас хороший. Ваш старший сын Дмитрий Сергеевич, надо полагать, да, как бы, он бизнесмен сейчас тоже, пошел, в общем-то, по стопам, продолжил семейную династию. Вы настояли, или у него были вообще шансы быть не в строительном бизнесе? Вы знаете, были шансы, но, скажем, когда у меня начался бизнес, уже был и хороший бизнес, потому что он 81-го года, уже ему было 20 лет, это уже, меня там уже развивали. Витя было уже отличного бизнеса, как говорится. И я ему, конечно, предложила поработать куда? Не идти же на кого-то чужого, правильно? Я ему говорю, Дима, иди работать ко мне. Но он, наверное, видел, что мама такая, да, потому что бизнес более мужской, и мне надо было такой, не быть там неженкой такой, потому что в таком бизнесе женщина всегда должна быть такая... Жесткая. Да. Ну, кулаком постил. Вот, да. И он, помню, я говорю, ну, Дима, будешь работать со мной? Он говорит, мам, я не хочу с тобой работать. И я ему предложила, ему было еще 19 лет, и я предложила, давай, Дима, тогда сделаем так. Мы открываем компанию, ты там становишься учредителем, и я буду учредителем. Вот тебе полгода испытания, что я тебе там мебель дам, компьютеры, там за полгода аренду оплачу, ну, там, может быть, какие-то денежки для развития с возвратом тебе дам. Вот, и вы знаете, у него все отлично получилось, и слава богу, до сегодняшнего. Мы сейчас, когда встречаемся с семьями, я говорю, Дима, ты так не хотел с мамой работать, что у тебя все хорошо получилось. Ну, а с другой стороны, знаешь, ведь есть же люди, которые без мамы, а тут, понимаешь, Диме, и компьютеры, и помещения, и еще опыт мамин, да, сверху, получается. Ну, конечно, я и помогала, и поддерживала, но вы знаете, ну, согласитесь о том, чтобы, если человек сам не хочет, да, это делать, да, то, да, что бы ты ни делал, какие бы ты компьютеры ни давал, сколько бы ты там денег ни давал, если это не его, у него этого не будет. Он не будет... Под лежачий камень, вода не течет. Да, и он продвигать это не будет. Ну, остановится, вот как течет и течет. Вот еще такой интересный факт. Второй ваш муж в свое время работал заместителем прокурора. Да. В определенных моментах он оказывал вам какую-то помощь, протекцию? Нет. Никогда. Он даже не знал, что у меня проверки. Ну, как. Интересно. Никогда. Да, вы знаете, я расскажу такой случай в своей жизни, что мы были на большой вечеринке с мужем, и вышестоящий его руководитель подошел ко мне и пригласил меня танцевать. И говорит, вы знаете, Галина Алексеевна, мне было очень интересно встретиться с вами. И с вами поговорить, и вас просто увидеть. Он говорит, да, вот там на фотографии я видел, я слышал, потому что, к большому сожалению, и у моей компании были и проверки, и жалобы были. Но есть были люди, что недовольны, и писали о том, что якобы мой муж меня крышует там, и все остальное. И когда он меня пригласил, мы с ним танцуем, он говорит, вы знаете, я тогда не верила, что Владимир Иванович это делает, но сейчас бы, вот, я бы в жизни не поверила. Говорит, быстрее вы его крышуете, чем он у вас. Это хороший комплимент. У меня муж даже никогда даже не знал, что у меня есть проверка, там, какая-то не проверка. В первую очередь, что когда мы с ним сошлись, я знала, что он государственный сотрудник, что он работает в прокуратуре. Я частным занимаюсь бизнесом, и моя работа, его работа не должна ни в коем случае касаться. Это у нас было с ним сразу договоренности. Ну, мы как-то так дома о работе и не разговаривали никогда, потому что, скажем, дома, работа, работа, еще и домой приходи о работе. Ну, как-то там придешь, там, ну, как у тебя дела там на работе, все отлично, все нормально, там, все, ну, иногда там, ах, проверка идет, все, понимаете, как-то так. Ну, я работала всегда честно перед государством, всегда. Ваш младший сын, Максим, скорее прокурор или скорее бизнесмен? Не-не, быстрее прокурор. Прокурор все-таки, да? Да. Он государственный сотрудник, он очень нежный, он очень ласковый. Ну, вот я ему говорю, ну, вот, Максим, захочешь университет, юрист будешь, скажем, я будешь работать там, то есть он сказал, не-не, мама, я хочу работать как папа, хочу работать вот или в прокуратуру, или в суд, вот пойти, я хочу быть хорошим юристом, быть, вот. Вот, ну, нет, он не бизнесмен, у него нет, если сравнить старшего сына Диму, вот, в годы Максимовы, то, мне кажется, Диму, ну, он 20 лет, он уже был директором фирмы, мне кажется, у Димы даже уже с 16 лет вот эта коммерческая жилка была. Ну, может быть, для одной семьи достаточно директоров? Достаточно, это я тоже считаю. Такой интересный факт я нашла, когда готовилась к эфиру в 2015 году. Одна из ваших компаний поставила крупную партию эксклюзивной посуды для резиденции главы государства с национальной символикой. Вас когда-нибудь кто-нибудь за это упрекал? Когда открывалась республика, мы участвовали в тендере. Это немецкая посуда. Это вы имеете в виду, открывалась республика? Когда дворец республики, да, туда был определен был тендер по доставке вот посуды разной. В том числе мы, наша компания в том числе участвовала, и мы в Германии это все заказывали, мы туда предоставляли. Мы туда поставили небольшую партию, к большому сожалению, нас немножко подвели наши партнеры. Нет, меня никто в этом не упрекал. Нет, просто это хороший заказ, могли просто завидовать. Нет, вы знаете, никто не упрекал, и никто там не говорил, и, скажем, никакого протежения не было, чтобы участвовать в тендере, потому что участвовала не только наша компания, участвовало там очень много компаний. Правильно ли я понимаю, что для вас, в общем-то, без разницы, каким бизнесом заниматься? Если вы уже в чем-то знаете, как это работает, как этот механизм двигается, вы можете, ну, любую группу компаний возглавить, наверное, да, и в том числе, вот, как вы перешли в совершенно другую сферу, занялись еще и туристической отраслью. В 2015 году, да? Да, да. Вы знаете, для меня, скажем, не важно. Это действительно так, потому что, скажем, ну, во-первых, я финансист, во-вторых, я юрист. И опыт работы мой, вот, 30 лет, уже больше, чем 30 лет в бизнесе, это, конечно, для меня, сегодня я могу быть на любой должности и могу потянуть любую работу, потому что для меня опыт – это много далось. Для меня еще очень важно, конечно, это и коллектив, и это порядочность, и тех же самых партнеров, это очень важно. Ну, и я всегда для себя говорила, говорю, что за меня никто работать не будет. Никто и никогда. Поэтому... В туризме вы быстро освоились? Ой, что касается туризма, вы знаете, я, честно, это, ну, попало случайно. Мне предложили, уговорили. Компании тоже 30 лет, и я от компании этой ездила, постоянно отдыхала. Вы знаете, для меня сразу был это шок, потому что работа строителя, да, или продажа строительных материалов, или та же работа в строительстве, и услуга оказания лицам – это совсем другое. С людьми, короче, приходится работать. Да, да, да. И сегодня, когда приходят ко мне на работу и говорят, ну, а что там быть менеджером? О-о-о, не-не-не. Быть менеджером по туризму – это не... Можно сказать, ты должна знать весь мир. Не ездить туда. Во-вторых, скажем, ну, та же вот, скажем, мы приходим в туристическую компанию, мы хотим, чтобы нам предложили то, чтобы мы были и довольны, и счастливы, и чтобы этот тур был действительно тебе принес радость. И при этом должен быть паритет по соотношению цена и качество. Конечно. Это еще и самое главное, можно сказать. Потому что не каждый себе может позволить там поехать в тур за 5 тысяч долларов, да. И сегодня я, и не только сегодня, когда я пришла в этот бизнес, я сразу сказала сотрудникам, что даже если человек пришел со 100 долларами, ты его должна все равно с ним поговорить, предложить. И он должен даже... Пускай, да, он не уедет в Турцию там за 100 долларов, но в Беларуси он за 100 долларов может отдохнуть. А вот в Беларуси стали чаще, да, отдыхать, если же мы в Беларуси касаемся? Ну, вы знаете, это все стало чаще, когда пришел к нам коронавирус. А вот, кстати, о коронавирусе. Пандемия, естественно, затронула ваш бизнес, да? Ну, естественно, да. Страшное дело. Вряд ли, вот вы бы бездействовали и ждали, что все наладится самой собой. Что вы предпринимали в этой ситуации, зная, что в Турцию люди не полетят? Ну, скажем так, когда пришел коронавирус, да, действительно, в туристическом бизнесе были очень большие потери. Очень большие потери, потому что страны стали не принимать. Ну, вы все это знаете, это, скажем. Мы, конечно, больше перешли на наш белорусский рынок. Это санатории, это, скажем, дома отдыха. Но все равно, скажем, даже при коронавирусе было сложно в те же санатории отправлять людей отдыхать, и те же дома отдыха, потому что, ну, пандемия была, отдала. Ну, я как-то не останавливалась, и разные какие-то проекты придумывала. И, ну, все как-то так, все равно мы не погибли. Все равно мы выжили, и будем жить еще лучше, и лучше, скажем, в нем все будет лучше. Сейчас надолго прервемся, обязательно вернемся снова к разговору Галине Кравченко. Напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Там есть ссылки на наши видео. Можно задавать вопросы, оставлять комментарии и предлагать гостей. Это программа «Скажи, не молчи». И сегодня наша гостья – бизнес-леди, модель Галина Кравченко. Галина, в 2018 году вы решаете стать моделью. Давайте посмотрим сейчас небольшое видео. В спортивную позицию ноги, ширина плеч. Пошли. И раз, и два, и три, и четыре. Бедро. Два, три. Вперед, шаг. Раз, и два, и три, четыре. Повороты. Два. Клопка. Ну, видно, что вам это нравится. А что вас подтолкнуло к этому? Ой, вообще, скажем, как любая, наверное, женщина со временем приходит к этому, ей хочется походить по подиуму. Наверное, мне так вот это в 2018 году. Обычно это приходит к девочкам-подросткам лет в 14-16. А вы представляете, что мне это пришло в 50+. Ну, вообще, у меня знакомая одна занималась тоже моделингой, и я просто с ней как-то пообщалась. Я говорю, слушай, это вообще сложно, это тяжело. Ну, скажем, у меня не модельная фигура там, что... Вот. Она говорит, да нет. Я говорю, а какие вообще модельные школы есть? Я стала мониторить. Было в 2018 году намного-много школ таких. И на свою знакомую говорю, слушай, давай вместе сходим. Она говорит, ну, я же не пойду там учиться. Говорит, ну, ты, говорит, сходи, вот я знаю эту школу, говорит, неплохие, вот хорошие они отзывы, говорит, там очень-очень хорошая, говорит, сама хозяйка, говорит, она сама преподаватель, говорит, она, говорит, постоянная сама модель по жизни, говорит, с детства. Ну, я помню, пришла, первый день, вся такая напряжение. Ну, и так, ну, узнала, как хозяйку зовут, говорю, Ирина Владимировна, говорю, вот я хочу у вас заниматься моделью. Говорит, вообще можно с меня моделью сделать? Вот так вот. И она такая, говорит, ну-ка, станьте. Я такая встала, она мне так, ну-ка, спинку пододвинула. Говорит, все можно. Есть и будет большое желание. Я, знаете, после первого, наверное, после третьего, первое, второе и третье занятия пришла домой, думаю, боже, зачем мне это надо? Спина должна быть всегда ровно. Ты все должно это самое. Во-первых, скажем, ну, телосложение не модели. А потом, когда я увидела, что там есть такие девушки еще и плотнее меня, там. И как-то так. И мне это очень понравилось. Мне очень это понравилось. Это классное для меня хобби. Конечно, для меня это не заработок. А я еще раз говорю, что хобби это для меня. Я с большим удовольствием сейчас хожу по позиуму. Мы часто очень выступаем в разных там. Нас очень много приглашают. Модели 55, 50 плюс. Они истребуемые поэтому. Ну, вот я как раз ожидала, что когда, наконец, будет нормальная женщина, нормальное телосложение определенного возраста моделями становиться. Ну, это тенденция сейчас как бы мировая. Мне кажется, слава богу, что и белорусская в том числе. Но, знаете, мне кажется, что иногда в модели идут для этих школы женщины, которые в себя не очень уверены. Хотят придать себе больше уверенности. А вам-то это было зачем? Потому что что у вас, кроме походки и умения позировать, вас еще и дала эта школа вам? Ну, скажем так, я, да, я по жизни всегда была уверенная такая, скажем. Но в первую очередь, в первую очередь, я вот этим я хотела показать и хочу до настоящего времени показывать, что женщины могут быть в любом возрасте красивые, успешные, уверенные. Что модели могут быть в любом возрасте, что любая женщина, если у нее есть желание походить по подиуму, это красиво. Ну, и спинка, ну, сейчас и фигура уже начинается еще лучше с каждым днем. Но для меня это очень интересно. Я очень люблю это. Мне даже не верится, что я вот, мне это нравится. Будем очень рады видеть вас на билбордах и на подиумах наших всех событий модных. Такой вопрос не могу просто не обойти. Знаю, слышала про вас, что вы жесткий руководитель, что вы человек, который на своем настоит. Умеете, правда, и по столу стукнуть, и кого надо послать, кого надо приголубить. Дома вам вы включаете командира Галину? Или стараетесь все-таки со своими мужчинами как-то быть, ну, помягче? Да, скажем, все правильно сказано, что я могу и кулаком стукнуть, и жесткой могу быть. Но я всегда в своей работе, как руководитель, я все равно всегда старалась, стараюсь никогда не унизить ни одного своего сотрудника, никогда не оскорбить, потому что каждый сотрудник, он для тебя просто человек, который работает в твоей компании, но он для тебя не раб. Что касается семьи, по-разному бывает, по-разному бывает, тоже признаю, что бывает такое. Вот у нас вот сейчас последний случай, у меня сейчас ремонт на улице идет, и, скажем, где-то так, и кулаком стукнул. Но все-таки дома, это семья, это, конечно, больше ласки, больше нежности. Все-таки от должности директора я стараюсь отходить, дома быть просто хорошей мамой. Жена и мама? Да, да, женой и мамой, бабушками и внуки такие прекрасные. Ну, я так уже поняла, что внуки, конечно, у вас, вы прямо их с ума по ним сходите, называется. Я люблю настолько внуков, мне даже, вы знаете, у меня одному внуку 6 лет, и второму 8. И вот в субботу был, и младшему, который 6 лет подходит, говорит, бабушка, а правда, что ты нас больше любишь, чем папу? Афелла, правда. Особенно рад папа. Не так давно в своем фейсбуке вы написали, что для вас счастье – это когда родные и близкие все здоровые и счастливые, когда страна процветает, когда народ вашей страны, всего земного шара, живет под мирным небом. Вот все так, или вы что-то еще бы, может быть, добавили, или оставите так? Вы знаете, я оставлю так, я просто еще добавлю, что я хочу, чтобы весь мир был счастлив, весь земной шар, и он этого заслуживает. Земля была создана для счастья, для любви, для здоровья, для благополучия. Разве это плохо? Это прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо большое за этот разговор, очень интересный, и, мне кажется, вы, может, что-то открылись даже нам больше, чем раньше говорили в интервью своих других. Финальное слово в нашем программе остается за гостем, как правило, так что мы, Татьяна Черебина, Ильяна Слава, прощаемся с вами, до следующего эфира. До свидания. А сейчас говорит Галина Кравченко. Дорогие зрители, что хочу я вам пожелать? Конечно, пожелать в первую очередь это счастье, здоровье, благополучие, чтобы было мирное небо, для женщин, которые хотят, и для мужчин в том числе, которые хотят начать свой бизнес в нашей стране. Это нужно делать, не нужно бояться трудностей, они всегда были, есть и будут. Но жизнь прекрасна, это любовь, это счастье, ну а суета жизни, она тоже будет. Но также я хочу поблагодарить эту программу за то, что они пригласили меня, хочу поблагодарить весь коллектив, ведущих моих любимых, в которых мне очень приятно с ними было разговаривать, я себя чувствовала очень уверенно. Ну и, конечно, этой программе хочу пожелать процветания коллективу, всему коллективу, счастья, здоровья, любви, благополучия. Я вас всех очень люблю. Субтитры подогнал «Симон»!